Да, слава Богу Слава Богу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры Благодарю Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа За сегодняшний праздник, за праздник Сретения Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Сегодня вспоминается событие Которое произошло тогда, когда Иисус был еще маленьким младенцем Так вот, когда Христос был еще совершенным младенцем Его принесли к храму Иерусалимскому Что принести жертву по закону Господнему И вы слышите пение еврейское, такое мессианское пение Пауль Вильбурн, один из таких, я считаю, величайших мессианских певцов В нашем времени исполняет его песню Эймен Слава Богу Я почему включил, а сейчас эту запись как раз с фоном таким, значит, очень удачно Потому что об Иисусе Христе написано, что Он есть Читаю из Луки, Евангия от Луки, 2 глава, 32 стих Что Он есть свет к просвещению язычников и слава народа Твоего Израиля И даже прибавлю Вот, вы можете сейчас слышать Слава Богу Так вот, сам Господь Иисус Христос, Он действительно свет к просвещению всех народов Свет к просвещению язычников и слава народа Божьего, слава народа Израиля Я призываю к молитве, конечно же, православных реформаторов, обновленцев За дальнейшее просвещение всех народов, как сказано в Писании Всех язычников, всех неевреев, то бишь на нашей планете И за победу народа Божьего Израиля За славу, написано народа Твоего Израиля Слава народа, не в хорошей даже армии Не в хороших еврейских мозгах, не в недрах, не в ресурсах, не в Мертвом море, не в чем-то еще Нет, не в туризме, нет, не в каком-то бизнесе, нет Слава народа Израиля в Иисусе Христе Иешуа Машиах, Иешуа, Иисус, Джизус, Иса Является действительно слава народа Израиля В разных народах, в разных племенах, на разных континентах, в разных странах Имя Иисуса превозносится, как написано в Писании Написано в Библии Нового Завета, что Бог, Отец, дал имя превыше всякого Имя, дабы, пред именем Христа, пред именем Иисуса Христа Всякое колено слонилось небесных, написано земных и преисподних И чтобы всякий язык исповедовал Иисуса Христа, как Господа Бога своего Дорогие друзья, на богослужении Сретенском я также как раз именно об этом и намереваюсь говорить Богослужение 15 февраля завтра с 18 часов на Кловской Там, где собирается одна из наших общин, одна из наших церквей Я имею в виду церкви Украинской, реформаторской православной церкви Мы будем молиться за Израиль, будем молиться за спасение Язычников и народа израильского Во Христе Иисусе Господе нашим Потому что ни в ком оно нет спасения Сегодня столько много врагов ополчается и на Израиль, и на всех верующих Но победа наша в имени Господнем Иисус Христос есть крепкой башни, действительно Имя Господне есть крепкой башни И Ему вся слава Сегодня ни армия нас не защитит Ни ученые нам не помогут Ни политики, действительно, даже самые идеальные, золотые Но нам поможет Господь наш На Него наш надежда, на Него наш упование И как православный реформатор, конечно, как православный обновленец Я хотел бы как раз и в этом видеообращении таком Вам сказать, дорогие друзья В первую очередь, конечно же, сторонником реформации Сторонником обновления, обновленчества Сегодня православной церкви И вообще мирового христианства, по большому счету Потому что я это часто подчеркиваю в своих проповедях Последнее время, я думаю, те, кто смотрит, видит это и слышит это Что в реформации нуждается все тело Христова сегодня Вся церковь, не только мы православно нуждаемся в этой реформации Но так или иначе, все тело Иисуса Христа Вся церковь И кто-то больше, кто-то меньше Но мы все отступили, согрешили и лишены славы Божьей И нет праведного ни одного, по большому счету Только лишь на Господь наш есть наша праведность И только лишь в Нем наше спасение И только лишь возвращение к Нему и к Его Слову Это наша первая любви к Нему, самому к Иисусу Это есть реформация, собственно Господа, ведь положа руку на сердце Скажу, реформация ведь это не выдумывание чего-то нового Знаете ли, это возвращение к хорошо забытому старому И вспомним того же Лютера Вспомним там других братьев Они возвращались к Божьему Слову Как к авторитету своему Слава Богу Вот заканчивается эта прекрасная песня Я сейчас немного убавлю Вот так И хочу продолжить Зачитать из Писания хочу Следующее такое Это слово полностью Слово, которое говорил Семен тогда На встречу На встречу То есть на тот момент Когда младенца Иисуса принесли к храму Иерусалимскому И он сказал следующее Написано Он взял его на руки То есть Семен взял Иисуса, младенчика На руки Благоставил Бога И сказал Он сказал Благоставил Бога Как благоставляют Бога евреи Баруха та Адона Илогейн Мелла Хаулан Благоставил Бог наш Царь Вселенной И дальше, и дальше, и дальше И он наверняка благословил мальчика Иисуса Младенца Благословил как служитель Благословил как пророк И сказал Написано дальше Ныне отпускаешь Я читаю из Евангелия от Луки Напоминаю 2 глава Сейчас читаю Продолжаю чтение с 29 стиха уже Написано Ныне отпускаешь раба твоего владыка По слову твоему с миром Ибо видели отчима и спасение твое Которое ты уготовил пред лицом всех народов Свет к просвещению язычников И слава народа твоего Израиля И также написано Что матери сказал следующее Иисуса Что сей лежит сей нападение И на восстание многих в Израиле В пример пререкании Друзья мои И до сих пор Уже 2000 лет прошло Но для кого-то Иисус Это написано Нападение Для кого-то на восстание Многих восстаний Многих падений Слава Богу Что сегодня Очень много людей Евреев и неевреев Очень разных людей С разным цветом кожи Разных наций Разных культур Принимают Спасителя Иисуса Христа Как своего Господа Бога Как искупителя Исцелителя своего Конечно Так же Факт констатировать Приходится Что так же И много Тех Для кого Иисус Написано Нападение Нападение И к сожалению На самом деле Многие люди До сих пор И здесь У нас в Украине В Киеве И вообще По всему лицу земли Пока еще не принимают Спасителя Не принимают Его совершенной любви И его исцеления А жаль Ведь так рядом Спасение Казалось бы Протяние руку только Но Потому и сказано В Писании Всякий кто призовет Имя Господне Спасется И поэтому я хочу В этом Таком видеообращении Снова и снова Сказать Для тех Кто еще не пережил Прощение Переживите это Прощение Переживите это Покаяние Просто покайтесь Попросите у Бога Прощения И Бог слышит вас И Он видит вас Он готов На самом деле Сделать Иисуса Для восстания Вашего На самом деле Восстановления Вашего Я обращаю на это Внимание Очень ваше Пристальное внимание На восстание Как нападение Он для многих Иисус является В этом мире Так и на восстание Кстати вот Я ношу Панагию Епископскую И ношу Также и крест И вот Я делал сегодня Вот этот крест Старый Старинный крест Для иллюстрации Такой Знаете ли Иллюстрации Которая будет Думаю Понятной Многим очень Из вас Дорогие друзья Это старый Как вы видите Православный крест В старой традиции Сделанный Мне его Когда-то Вручил В свое время Еще В начале 90-х Покойный уже Ушел в вечность Уже митрополит Олимпий Московский Все Руси Русской Православной Старобрядческой Церкви И Знаете ли Хороший был Такой Служитель Искренний По крайней мере Человек Хотя Как я потом уже Понял Во многих вещах Он Как и я Тогда Заблуждались Мы Он Как Старый Священнослужитель Я как Молодой Священнослужитель Не старобрядческой Но такой Новобрядческой Русской Православной Церкви Московской Париархаты Я туда служил Но Несмотря на то Что мы Заблуждались Мы были искренне В этом заблуждении И Тот Владыка Он был искренним В этом заблуждении Но я сейчас Не об этом даже Хотя К слову скажу Коль затронул Тему Знаете ли Друзья Мои господа Братья и сестры Ведь В 96 Году Я осознал Многие вещи Читая Слово Божье Перечитывая Библию Божье слово Я просто осознал Что на самом деле Ни в ком Оном нет спасения Кроме Иисуса Христа И действительно Это слово Оно меня освободило От многих неправильных вещей Как написано В Священном Писании Здесь же В Евангелии Тано написано И познаете истину И истина Сделает вас свободными И действительно Лишь через познание истины Мы можем быть свободными И Сегодня ношу крест Как знак моего служения И хочу Вот Почему Взял его Сейчас перед ваше лицо Вот так поставил Это Для иллюстрации Для иллюстрации Почему Иисус Он является И нападением И восстание Как вот здесь написано Нападение И на восстание Многих в Израиле И до сих пор Не только в Израиле И в Украине И в других странах мира По всему лицу земли И на И на падение И на восстание Так вот В старой традиции Уже полутора тысячелетний Крест этот сделан Так вот В этой традиции Косая планочка На верху верхняя планочка Думаю Понимаете Да Это Табличка Которая была прибита Над Иисусом Христом На которой было написано Что Иисус Назарей Царь Иудейский Сама перекладина Где собственно Прибивали И привязывали Распинаемого Человека И вот Нижняя планочка Она косая Она означает Собой Символизирует Как бы Вот эту Подставку под ноги Которую прибивали Римские палачи Римские Вот эти оккупанты Которые распинали Людей И Почему Накасая Есть такая традиция Православная Которая говорит Что Примешь Иисуса Христа И пойдешь на небо Не примешь Иисуса Христа Спасителя Пойдешь в ад Вспоминаются Два разбойника Сразу же Да Думаю Те разбойники Что Были распяты По обе стороны По одну и по другую Сторону От Иисуса Христа Это тоже Исполнение было Прочества Потому что сказано Что об Иисусе Пророкам Что их К злодеям Причтен И наш спаситель Иисус Был Действительно Причтен К злодеям К разбойникам И Были распяты Два человека Они хулили Бога Они хулили Это страшно Конечно Преступники Уже Остались им Какие-то минуты Жить Может быть Часы Не знаю Не то что дни Часы Сочтены Однозначно Они уже Были ведомы На казнь И распяты Также с Иисусом И знаете ли И они хулили Но слава Богу Что один из них Он опомнился Одного из них Коснулся Это благодать И он сказал Что мы заслуженно Принимаем Или ты не боишься Бога Мы заслуженно Принимаем Но Знаешь Иисус Вспомни меня В царстве своем И он был Действительно спасен Потому что сам Иисус Сказал ему Никто бы то ни было Знаете ли другой А сам Иисус сказал Ни много ни мало Иисус сказал Что ныне же будешь Со мною в раю Это потрясающе В православной традиции Его называют Еще кстати Разбойником благоразумным Помните Может если кто Слышал В храме Это песнопение Или записи Разбойника Благоразумного В едином чесе Принял Господь Это поется часто Как раз Постом И люди Взывают И просят Бога Милости И вспоминают Этого разбойника Так вот Сегодня хочу Этим крестом Обращаясь Каждому из вас Просто проиллюстрировать Святую Божью Такую любовь И справедливость Милость его Вы можете Принять Иисуса Христа Как своего Спасителя Господа своего И ваша жизнь Она вырулится направо В царство Божье Или можете Отвергнуть Святую Божью любовь И вырулить Свою жизнь В ад Среднего Вы не можете На перекрестке Вселенной стоять Знаете ли Как небесный Гаишник Небесный регулировщик Иисус Христос Он стоит Между небом И землей Получается Этот крест И вспоминая О распятии Христа Мы должны Действительно И говоря о нем Мы должны Сделать Делать выбор И я лично Сделал выбор Спастись Я сделал выбор Быть на небесах Я сделал выбор И не отвернусь И не оставлю Моего спасителя Иисуса Потому что он Не оставит меня Никогда Он любит меня И сделай выбор Этот прими Иисуса Христа И не отставай от него Никогда Влюбись в него Просто-напросто Потому что Написано в Библии Что кто не любит Господа Иисуса Христа Тот там Анафема Тот еще под проклятием Находится Но только лишь Любовь Иисуса Христа Спасает нас Действительно Дорогие друзья Братья Сестры Я всех вас Благоставляю Именем Иисуса Христа И пусть действительно Сретение Господня Встреча с Богом Она будет Вам не нападение На восстание Ведь Когда Бог приходит Возможно И в нашу жизнь Ярко приходит У нас возможно Только лишь два пути Либо принять И на восстание Будем так говорить Да Принять Спасителя Либо отказаться И на падение Знаете Или отказаться Своё Пусть не будет Среди моих Дорогих телезрителей Сегодня безрассудных Которые На падение Откажутся От спасителя Иисуса Христа Но пусть Как можно больше Будет среди вас На восстание Принявших Иисуса Христа Спасителя Господа Пусть Бог благословит вас Разлюбленные Братья и сестры До встречи На земле И на небесах Аминь Шалом Мир Божий